Всем привет, ребят! С вами Механик. Сегодня мы поиграем в Пикангл и посмотрим какие-нибудь еще новенькие машины. Попробуем, естественно, подрифтить, чуть-чуть зарядим какую-нибудь машиночку и давайте уже тогда сразу перейдем к делу. Итак, купить место. Что у меня есть? Давайте посмотрим, что у меня есть. GTR 35. Это что такое? Что-то это, короче, не GTR. А, вот GTR. Да, это GTR. Это все нормально. GTR, это у нас Charger. Это у нас RX-7 и мы купим еще одно, еще одно местечко. Надо купить реально. Купить. Да, купить. Отлично. Теперь можно идти в магазин и смотреть, что тут у нас еще есть интересного, на чем я еще не катался. BMW, в принципе, нормальная такая тема. Троечка. Это у нас четверочка BMW. Смотрите, нормально, на тюнинге. Так, это у нас мне не нравится. Может быть, RX-8 добавили? Давайте посмотрим. Да, смотрите-ка, RX-8 есть. Это реально радует. Что еще у нас есть? Это GTR у меня был. Сильвия. Сильвия 13, я так понимаю. Да, да. Сильвия 13, Сильвия 14 еще не добавлено. Это у нас тоже еще не добавлено. Ну и, как видите, постоянно здесь игра находится в стадии обновления, в стадии доработок. И... Так, так, так. А что же нам еще взять-то такого интересненького? Так, а это у нас советские тачки, да? Да, это у нас Волга. Мощнейшая просто. Просто мощнейшая Волга. Может, Волгу взять? На ней подрифтить чуть-чуть. Мне кажется, какую-то тачку я брал, и она прям была просто лютая. Просто вообще нереально крутая. Давайте, может быть, возьмем 4 купе, бмв-шечку, бмв-шечку. Или вообще тройку такую типа на стандарте. Не, лучше все-таки четвертку. На ней я не ездил еще. Давайте как раз-таки ее и проверим. Так, я ее выбираю, и мне кажется, самое дело, самое время ее чуть проапгрейдить. Она тем более у нас апгрейдится нормально так. Не, знаете что? Мы сейчас лучше сделаем. Так, сначала стайлинг. Что тут у нас есть по кузову? Что-то? Так, по кузову у нас нет ничего. Можем колеса поменять. И сейчас прямо я на ней поеду покатаюсь. Сравним ее, насколько она хорошо или плохо едет. Вообще, ну, посмотреть же нужно правильно. Так, наперед нам уже какие-то такие более крепкие диски. Так, что же нам наперед-то? Вот эти. Давайте вот эти я поставлю наперед, а назад? Назад немножечко наоборот другие. Так, а здесь у нас что? Нет, ну, что-то, что-то не то вообще. Во! Вот такие я поставлю диски назад. Краска, объекты, выхлопы, это все пока... Смотрите, шины. А, шины уже было, кстати, да. Надо такие вот ставить. Дрифт Ледженд. Дрифт Ледженд самые топовые, короче. Так, ну все, поехали. Тогда мы сейчас прямо на ней сразу прокатим, ребята. Гонки. Давайте покатаем на ней и потом еще ее немножечко затюнем. Быстрые соревки. Так, Япония. Ну, можно, в принципе, по Японии или... Или по Европе лучше погонять. Блин, ну мне нравится Япония. Давайте по Японии и моя лига как раз-таки, да. Только вот эта трасса. Все, погнали. Погнали, ребята. Ссылочку оставлю на игру в описании, на ее стимчик. Если вам вдруг она понравится, можете тоже поиграть. Давно я уже слежу, так сказать, за этим проектом. Периодически возвращаюсь к нему. Периодически смотрю какие-то обновления. И, черт возьми, игра постоянно развивается. И причем развивается в лучшую сторону. Постоянно. Постоянно происходят какие-то доработки. Постоянно что-то меняют, допиливают. Мне это очень нравится. Во-первых, она изначально была классно сделана. Именно графически и по физике. Но с учетом того, что постоянно все допиливается... С рулем я здесь не играю, потому что у меня не получается здесь дрифтить с рулем. У меня и так не получается дрифтить, а с рулем вообще не получается. Блин, нифига, ее несет. У нее держака вообще не хватает. Во-во-во, смотрите, поймал, поймал держак, поймал, поймал. И все, и упустил. А было неплохо, кстати, я вам скажу. Было реально неплохо. То есть надо прям именно прочувствовать, как она идет. То есть где надо кинуть ручника. Где надо на тормоз поджать. Именно вот когда ты ее прочувствовал, все. Все, тогда прямо... Ах, фак, развернуло. Но вот сюда в подъем мне почему-то всегда тяжеловато подниматься. Во-во-во, смотрите, 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 смотрите. Это, напоминаю, на клавиатуре без всяких там мышей, без всего. Просто вот так вот и взял, зашел, взял первую попавшуюся тачку и улетел с трасс. Естественно, я хотел сказать, взял первую попавшуюся тачку и начал круто дрифтить. Но вы должны понимать, что не все так просто. То есть ты сначала должен все-таки чуть-чуть понять, как она работает. Немножечко понять ее механику. Механику игры. Механику и поведение данной конкретной машины. Вот эту без ручника мне реально сложно заправить в какой-то поворот. Вот видите, здесь опять... Не знаю, может, выбора-то надо добавить или что. А мне кажется, что-то ей реально не хватает. То есть... Это же не я настолько криворук, правильно? Во-во-во, и пошел, 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 пошел! Блин, да что ж такое-то? Ну же, ну, давай, давай, давай. Вот сейчас вот в этот поворот зайдем. Во-во, смотрите, 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 как заходит в поворот просто. И сейчас удар. Удар, еще удар. Блин, я реально пытаюсь нормально проехать, но... На ней реально тяжело ехать. Я помню, то ли Волгу я первый раз взял, и вот на ней было прям очень комфортно дрифтить. Не помню, какая машина, по-моему, как раз-таки Волга, вот эта КГБшная 24-24. На ней было очень комфортно. А здесь, посмотрите, здесь ей не хватает выворота. То есть, если ты едешь просто типа как в кольце, то выворота не хватает. А вот если боком поставил машину, ей главное не допускать большого угла, потому что как только она зауглилась прям совсем капитально, все. Все, не получается. Не получается ее вернуть на траекторию. Вот видите, вот все, вот она ушла с траектории. В смысле дрифт фейл? Просто за то, что я выехал... Нет, я нормально же надрифтил. То есть, приходится постоянно здесь ее держать именно под контролем. Она непростая, я вам должен сказать. Непростая реально машина. Вот, все, все, ушел в отбойник просто. Просто ушел в отбойник сразу. А вон парень впереди красивый едет, смотрите. Так. Давай, 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 давай. Все, опять развернуло. Так, ладно. Идем тогда в гараж. Надо все-таки подвеску чуть-чуть подвинтить. Вот прям совсем чуть-чуть. Давай тогда апгрейды. А, нам нужна подвеска 2. Так, во-первых... А, установлено уже, что я гоню-то. Так, рулевое мы исследуем. Покупаем рулевое. Подвеска. Чего надо сначала? А, предыдущие апгрейды. Так. Чего надо? Все движки исследовать, чтобы рулевое было. Грейд недоступен. Исследовать, 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 и исследовать, и купить. Подвеска есть, рулевое. Так, исследовать. Надо установить. И теперь рулевое тоже установим. Все, погнали. Сейчас ее проверим. Как видите, я не, как бы, не занимаюсь тюнингом двигателя именно сейчас, потому что надо пока именно так ее понять. Так, ну, мне кажется, Japan это самая такая, одна из самых легких трасс. Европа, и тем более Америка, это такие уже они. Там более медленные повороты. Здесь ты именно можешь нормально закинуться. И прям пройти очень хорошо. Но, если вы, конечно, профи, если вы нормально фигачите, то, ребят, мне кажется, вот этого, особенно карта аэропорт, посмотрите, вот это реально ваш выбор. Она действительно достаточно сложная, извилистые повороты, их много. Можно нормально заложить. А вот эти, вот эти японские карты, вот, допустим, вот это даже кольцо, я помню, я на нем тогда нормально очков наворачивал. Опа, слушайте, а неплохо. А неплохо, по-моему, сейчас она рулится. Ну-ка. Сейчас попробуем. Так. О, о. Слушайте, совсем по-другому машина поехала. Реально поехала совсем по-другому. Затяжной такой поворот пошел у нас. Еще, еще немного дрифта. Еще чуть-чуть. Не вхожу под крутым углом. Потому что... Ну вот почему, короче, ну вы поняли, да? На скорости реально сложно ее уловить. Блин. Блин. Ну что б тебя. Так, подождите. Давай, 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 давай. Сейчас появился держак. Слушайте, ну вот, смотрите, просто, просто нормально прошел, согласитесь, было круто. Ё-моё. Вот это зацепился. Конечно, не ожидал я, что здесь мецепанет, но ладно. Просто ты вылетаешь так вот навстречу к машинам и опять в отбойник, что ли? И опять в отбойник. Короче, если вот этот поворот научиться грамотно проходить, именно важна скорость входа в поворот, потому что, видимо, я слишком на большой скорости вхожу. Давай, 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 давай. Вот, смотрите, вот прямо боком несет красиво, красиво боком понесло. Здесь слишком много, слишком большая скорость. А тут вообще развернуло. Блин, вот хочется, конечно, красиво как-то трассу пройти, но, как вы понимаете, на новой машине, на которой ты еще не прикатался, это сделать реально сложновато. Тут, как везде, очень важна сноровка и тренировка. Лучше проходить более медленно поворот, чем стараться пройти его на максимальной скорости и улететь в отбойнике. Практически парный дрифт только что у нас был. Как видите, здесь замечательно, что ты ни с кем не сталкиваешься, потому что иначе все бы мешали друг другу, а так спокойно можно дрифтить. Блин, вот этот поворот, он просто не дает мне покоя. Почему я не могу его пройти нормально? Конечно, если вы хотите просто понабивать очки, то можно встать вот здесь вот. По-моему, в центре есть такой кружок, и вот вокруг него встать и нормально понабивать очков. Но если вы хотите именно красивого дрифта, так вот тогда надо именно вот эти повороты, не знаю, изучать их, не изучать. Именно вот нужно понимать, на какой скорости входить. Вот, смотрите, опять развернуло меня. Вот опять здесь или я улетаю в отбойник, или меня разворачивает. Напишите в комментах, как вы считаете, на какой скорости и какие действия должны. То есть, допустим, я захожу на 130, дергаю ручник, и там, допустим, газ, газ жму, да, без тормоза. Либо наоборот, я подтормажу не ручником, а тормозом, и на перегазовке, на перегазовке вот так вот иду просто. Ну, слушайте, ну меня сносит, реально. Черт. Не знаю, не знаю, чего не хватает. То есть, медленные повороты, она на ура проходит. Слушайте, ну реально, смотрите, медленные, медленные какие-то круги, медленные вот такие повороты, это просто ее конек. Вот. Практически бэквард был, практически сделал бэквард. О-о-о-о-о-о-о-о, пошла, 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 просто бах, подтормозил чуть-чуть, еще подтормозил, перевернул ее. Блин, ну, слушайте, классная тачка. Реально классная тачка, бэха-четверка. Надо научиться, я не знаю, может быть, все-таки вега надо еще чуть-чуть вкинуть, тогда она будет еще мощнее. В принципе, мне кажется, у нее и зацепа нормальный, все хватает. То есть, ну, может быть, действительно здесь машины как бы распределяются по назначению. Вот это очень круто проходит, такие медленные всякие повороты. Ну, смотрите сами, вот она просто прям, вот она прям рождена для этого. То есть, медленные такие, ненавязчивые повороты, но хорошо, реально проходит. Ты оттормозился, и вот ее скорость для дрифта, это 50, 50-70 км в час, все, больше ей не надо. Самый долгий дрифт, 23 секунды, комбайк 4, максимальная 171. И я на третьем месте, черт. Тоже неплохо, не на последнем, хотя рейтинг уронил чуть-чуть. Ладно, это будем заканчивать, ребят. Смотрите, смотрите, он поскольку там зарабатывает. Нормально, можно прикататься, можно нормально зарабатывать здесь. Если вам понравилось, то обязательно ставьте большой палец вверх. Не забудьте подписаться на канал, и обязательно присылайте ссылочку своему другу, пускай он тоже посмотрит и поиграет вместе с вами. А на этом все, с вами был Механик, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok